Здравствуйте! Вы смотрите программу событий. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события к этому часу. Социальные проблемы и экономическая ситуация в стране. Президент Путин в прямом эфире отвечает на злободневные вопросы россиян. Дорожные войны. Водитель избил пешехода на улице Куйбышева. Отмыли до блеска. Банные дни ждут не только самарские дороги, но и остановки, пешеходные переходы и тротуары. Президент России Владимир Путин в эти минуты в 15-й раз проводит прямую линию с россиянами. В этом году главе государства поступило более 2 миллионов обращений. Их принимали по телефонам горячих линий, социальным сетям и видеообращениям. Один из первых вопросов – рост цен и снижение уровня доходов населения. Владимир Путин ответил, сейчас это одна из самых острых проблем, которую предстоит решать. Однако рецессия в российской экономике преодолена. Три квартала подряд наблюдается рост экономики. Наращивает темпы промышленное производство. Наблюдается рост продаж автомобилей, приток инвестиций в основной капитал, подъем сырьевого экспорта. Также один из первых вопросов – продление санкций против России. Президент ответил, что в условиях ограничений Россия стала лидером по экспорту зерна и пшеницы. У нас в разы сократились закупки по импорту. Наше производство свинины и мяса птицы закрывает весь рынок. Более того, мы ищем рынки сбыта. Есть положительные моменты, но в целом, конечно, санкции – это ненормальная ситуация. В данной минуте прямая линия продолжается. Задать вопросы президенту можно до окончания трансляции. Миссия выполнима. В Самаре успешно завершили перекладку теплосетей в историческом центре города. Работы начались в мае, сразу после окончания отопительного сезона. Сейчас на всех десяти объектах трубы поменяли, приступили к заделке вскрытий. После чего на этих улицах начнется ремонт дорожного полотна. Тем временем ремонтные бригады приступили к перекладке теплосетей в других районах города. В этом году планируется поменять порядка 16 километров теплосетей, что в два раза больше по сравнению с предыдущим годом. Это практически на своей памяти. Мы организованно, слаженно. Были недостатки, и никто не верил, что мы 12 июня завершим эту работу. Мы ее завершили. И та задача, чтобы сработать в начале сети, а потом ремонт дорог, в этом году она как никогда у нас в полном объеме сработана. Коммунальный потоп случился в одном из самарских домов на улице Магнитогорская. Пока жители были на работе, под крышей здания прорвало трубы отопления. Пострадали квартиры на четырех этажах. Что произошло, на месте выясняла Олеся Корецкая. Лилось с потолка и даже с лампочки, рассказывают жители квартиры на 10 этаже. Вода потекла сверху почти сразу, как только люди ушли на работу. За полдня промокли четыре этажа. Люди опасаются, что вода попадет на провода, прольет электрощитки, а на влажных стенах и потолках появится плесень. С технического этажа текло сюда, на 10, с 10 в 9, 8, 7 этаж. Потекло несколько этажей и еще не факт, что остановится на этом. Там маленькая такая дырочка, блуждающий ток, видимо пробил на трубе отопление. Система заполнена, но если вот такая маленькая дырка, это не лопнула труба, это блуждающий ток. Потоп произошел из-за порыва трубы отопления. В ней образовался свич, сообщили в управляющей компании жилищно-коммунальной системы. В причинах аварии предстоит разобраться специалистам. В этом году проверка и опрессовка коммуникации не выявила никаких повреждений. Это может быть связано с тем, что может быть блуждающие токи, может быть где-то там какой-то брак был в трубе. Сейчас мы это все разберем, посмотрим, этот участок вырезали трубы дефектные, определим его, в чем там была причина. Поврежденный участок трубы заменили. В ближайшее время сотрудники управляющей компании подготовят документы и проведут проверку. В подъезде и квартирах пострадавших от воды коммунальщики пообещали сделать ремонт. Олеся Корецкая, Василий Колдашов, События. Баны и процедуры для самарских дорог. МП-благоустройство полностью перешло на летний режим работы. Теперь улицы города моют от 4 до 20 раз в месяц. Не обходят стороной остановки, пешеходные переходы и тротуары. За работой специалистов наблюдала Мариана Мирная. Куб воды на километр дороги. Первой проходит поливалка, за ней неотрывно следует пылесос. Ванну устраивают для всего участка, от остановки до проезжей части, смывая накопившуюся грязь. Но несмотря на столь тщательное мытье улицы, чистой дорога остается не так долго, как хотелось бы. Данные казусы происходят в связи с тем, что в газонах давно не обновился чернозем. В связи с этим выдувает песок, землю, а также после дождей, после обильных, особенно дождей, вымывает грязь на приводковую часть дороги. В связи с этим приходится чаще совершать плановые уборки. Дороги с интенсивным движением летом моют до 20 раз в месяц. И к удивлению жителей, многие улицы поливают даже во время дождя. А это, по словам сотрудников МП «Благоустройство», эффективная технология. Когда идет дождь, у нас получается, что вся грязь смывается с газонов, с тротуаров. И когда идет поливомоечная машина, даже во время дождя, вся та грязь и тот мусор, он прибивается в приладковую часть, откуда потом его очень удобно убирать. Как механизированным способом пылесосами, так и вручную. Здесь на 22-м партсъезде с самого утра моют посадочную площадку, тротуар, пешеходный переход. Водные процедуры уменьшают количество пыли, и самарцам становится легче дышать. Марьяна Мирная, Сергей Баскин. События. Получил тяжелые травмы, попросив просто убрать машину с тротуара. В Самаре мужчина стал жертвой нарушителя правил дорожного движения. По версии следствия, в апреле подозреваемый на иномарке подъехал к магазину на улице Куйбышева и припарковался на тротуаре. Автомобиль перекрыл вход в магазин. Когда нарушитель вышел из магазина, прохожий попросил его убрать машину. На замечание водитель толкнул мужчину в грудь. Тот упал и ударялся головой. Потом нанес удар пешеходу по лицу, сел в автомобиль и уехал с места происшествия. Полицейские нашли преступника. Им оказался 26-летний Самарец. Теперь его судьбу решит суд. А к свободе тоже нужно быть готовым. В 15-й исправительной колонии работает центр «Аврора». Там преступники живут в обстановке, приближенной к домашней. Центр работает всего год, но уже есть первые результаты. Десятки женщин вышли на свободу и смогли устроить свою жизнь. В дом за колючей проволокой ездила Олеся Корецкая. Почти как дома. По такому принципу создавали центр реабилитации для женщин, которые готовятся к освобождению. Здесь есть то, чего нет в обычных отрядах или представлено очень скромно. Своя кухня, хорошо оснащенные санузлы со стиральными машинками, комната-досуга с небольшой библиотекой. Александр здесь три месяца. Говорит, жизнь в «Авроре» – так называемый центр. Похожа на общежитие. Всегда все друг другу помогают. Независимо. Нет такого. Это твоя работа, это моя работа. Помогают всегда друг другу все и во всем. Без лишних просьб и слов. Чтобы это не было, да, хозработы, либо культурно-массовые мероприятия. Елена живет в центре уже семь месяцев. Следит за порядком. В комнатах идеальная чистота. По внутренним правилам все вещи должны храниться в шкафчиках. Днем осужденные женщины на работе. Здесь собираются вечером. Здесь есть еще один большой плюс. Здесь тишина. Чего, собственно, нет в других отрядах. Потому что народ проживает намного больше. И, естественно, что такой тишины, как здесь, нет нигде. Центр рассчитан на 23 человека. Пока здесь проживают 14 женщин. Все они попадают в «Аврору» за хорошее поведение, если соблюдают все правила и готовятся выйти на свободу в ближайшие полгода. В спальнях от двух до восьми кроватей. В комнатах отдыха и эмоциональной разгрузки женщины занимаются с психологами, просто общаются, делятся своими переживаниями. Женщина везде остается женщиной и хочет выглядеть хорошо. В спортивном уголке приводят в порядок фигуры перед освобождением. Здесь есть несколько тренажеров для занятий. Беговая дорожка, мяч, коврики для дыхательной гимнастики. Говорят, очень здесь популярный. А еще сантиметровая лента для контроля за своими параметрами. За внешним благополучием скрывается большая работа. Женщин готовят к жизни вне колючей проволоки, чтобы после заключения не возникло желание снова приступить закон. За год из центра «Аврора» на свободу вышли 20 человек. Очень многие присылают письма благодарности нам. Говорят нам спасибо за то, что мы им помогли. Мы их подготовили к жизни вне мест лишения свободы. Все трудоустроены. У всех благополучно сложилась жизнь. С психологами занимаются индивидуально и группами. Центр посещают социальные работники и сотрудники центра занятости. Готовят рабочие места для тех, кто скоро будет свободен. Олеся Корецкая, Константин Головин. События. Далее коротко о других событиях дня. На трассе в Самарской области перевернулся на крышу КАМАЗ с металлоломом. ДТП произошло возле села Дмитрий в Канесигорском районе. Веталлические детали, которые вез больший груз, разбросало по всей проезжей части. Как сообщают очевидцы в соцсетях, из-за аварии на трассе образовалась большая пробка. На месте ДТП работали сотрудники ДПС и спасатели. О пострадавших ничего не известно. С 19 июня в Самаре стартует новая волна отключений горячей воды. На этот раз она коснется жителей Безымянки. Это связано с ремонтом на второй тепломагистрали. Без горячей воды на две недели останутся жители домов в границах улиц Алма-Атинская, Черемшанская, Ташкентская, Нагорная, Нововокзальная, Вольская, Металлургов, Металистов, Свободы. По плану все работы будут закончены к 3 июля. И тогда подача горячей воды возобновится. После этого стартует ремонт третьей и четвертой тепломагистрали и Самарской ТЭЦ. Новый начальник Самарской таможни Владимир Донченков приступил к своим обязанностям. До этого назначения он занимал должность заместителя главы Приворского таможенного управления, начальника тыловой службы. Службу в таможенных органах Владимир Донченков начал в 2001 году. За это время он был награжден медалями второй и третьей степени, нагрудным знаком, именным оружием, пистолетом Макарова. Полковник Владимир Донченков имеет три специальности. Инженер в рамках военного образования, юрист и экономист-менеджер в таможенной сфере. В Самаре 31-летний мужчина поджег «Инфинити» и «Пежот» из-за обиды на бизнесмена. Во время расследования силовики выяснили, что оба сгоревших автомобиля принадлежали одной семье – мужу и жене. Под подозрение попал ранее судимый мужчина. В его квартире силовики нашли куртки со следами горючих веществ. Сам задержанный не стал отрицать свои вины. Он рассказал, что совершил преступление из-за обиды на бизнесмена, для которого он ранее выполнял строительные работы, но заработную плату не получил. Уголовное дело рассмотрит промышленный районный суд. 20 июня на маршруте Самара-Стамбул начнет работать новый авиаперевозчик – турецкий лоукостер Pegasus Airlines. Всего компания будет выполнять по три прямых регулярных рейса в неделю. Пассажиров будут обслуживать на самолетах Boeing 737-800 и Airbus 320. В Стамбуле самолеты компании будут приземляться во втором по величине аэропорту города – Сахиба. Отметим, Pegasus Airlines уже четвертая турецкая авиакомпания, которая начала работать в Самаре с начала года, и третья, которая будет обслуживать направление Самара-Стамбул. А вот о чем мои коллеги расскажут в следующих выпусках. Дотянулись до власти рукой. В Самаре проверили работу общественных советов микрорайонов. Деревья пилят, а пилки летят в Октябрьском районе и избавляются от аварийных деревьев. Десятки тысяч растений. Парк Дружбы готовит к фестивалю цветов. На этом наш выпуск завершен. Благополучия вам, увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok